Приветствую всех, друзья, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем вместе с вами проходить игру Принц Персии. Эту серию я сделал экспериментально, так как, возможно, вам не будет приятно смотреть, как я собирал последний раз вот те самые светящиеся штуки, вон они, Семя Света. Я их заранее собрал, что можно, без особых способностей, и решил, что дальше мы просто двинемся по сюжету, чтоб я не занимал время серии на собирание всякой светящейся фигни, так сказать. Давайте сразу, оп, о, я уже зафейлился, совсем забыл, что надо вот так сделать. Благо, я обратно же вам напомню, в этой игре нельзя умереть вообще, просто по факту. Это арабская сказка «Тысяча и одна ночь» и тому подобное, оп, да, принц у нас настоящий джентльмен здесь, хоть и вор. И обратно же напомню, что в этой части Юбисофт вернулась к классической схеме, когда принц Нич или вор, лоришка какой-нибудь благородными повадками, ну а мы спасаем или помогаем Принцессе по стандарту, собственно, всё. Благо, акробатика осталась от принцесс классической серии «Песков времени». Это, несказанно, радует. Боевая система, может, и упростилась, ну и, можно сказать, даже что усложнилась. Так, куда нам? Сюда. А теперь... Туда я не смогу пройти. Это вы понимаете, да? Внизу тоже меня ничего хорошего не ждёт. По-моему, я просто не туда иду. Давайте карту откроем, выберем очередное место. А, всё, понял. Нам надо сначала вот это активировать, да? Понятно. Сначала мы должны собрать вот эти четыре платформы, только потом нам откроется путь дальше, в эти четыре направления. Хорошо, показывай дорогу. Куда нам идти дальше? Ну, пошли, Элика. Я постараюсь проходить побыстрее, чтобы занимать поменьше вашего драгоценного времени. Ну, и, чтобы не затягивать сильно прохождение, так как у меня висит ещё два прохождения уже. Ну, возможно, даже одно, так как руну-то я уже прошёл. О, чуть-чуть, чуть-чуть не улетел, как говорится. Так, давай, скользи, друг мой. Да, будь осторожна. Похоже, нам надо полностью возвращаться назад. И там обратные типа развилки от того тёмного храма, который сейчас стал Ахримана, или как-то его так, я уже забыл, если честно. Ну, а даже было. Сюда я перед началом серии, кстати, уже ходил. Тут были уже семена света, и мне потребовалось их собрать. Опять же, скажу, что я заранее это сделал. Что поменьше занимать время серии и ваше. Так, ну-ка, Элика, давай. Можно и просто кинуть этот свет. Ну-ка. Ой-ой-ой. Крыжок. Прямо это... Как в Человеке-пауке. Чё, умная сущность была же. Ви-мен, или как-то его так звали. Которая давала ему тоже суперсила, но делала его звым. Вином, по-моему, нет? Так, у Принца, похоже, приходы у нашего. Либо это такой стиль, когда мы находимся на темной территории, как видите, иногда по краям возникают такие темные полосы, как будто экран заляпан тьмой. Элика не отстанет, не отстанет. Паузем. Мне очень нравится, как здесь сделано взаимодействие. Я думаю, даже, когда мы бегали с фарой в третьей части, или в первой, было бы круто, если бы у нас было такое же взаимодействие. Благо, еще мы можем болтать с нашей главной героиней. В следующий раз я вам это продемонстрирую. Как мы победим врага, или увидим что-нибудь интересное. Ну, или даже сейчас. Ну-ка, скажешь что-нибудь. Ну, да теперь. Идем, идем. Конечно, они офигенно поговорили сейчас. Думаю, в дальнейшем нас ждут интересные шутки. Так как я еще раз говорю, игра добрая. Конечно, тут много темных мест, и великолепно сделано преображение. Мы можем влезть вверх по лианам, а затем перейти дальше. Перейти дальше куда? Там и выясним. Да-то прям это... Навось. Ну-ка, вот горит, можно поговорить с ней. Ну-ка, обратно. А, нельзя обратно. Ой-ой-ой. Это алхимик. Кажется, мы потеряли путь к отходу. Вон, чё там. Насикал, что ли? Лучше остановить ему поскорее, иначе у нас будут серьезные неприятности. Ну-ка. Невежливо. Он не знаком с нами, но уже пытается убить. Нужно подняться выше. Какой офигенский диалог. Ну, видите, у нас она постоянно мигает. Это, в принципе, говорит о том, что мы можем с ней говорить и узнавать что-то новое. Ну-ка. Что это за? Трубы и... Когда Ахриман отобрал город у Ахуров, алхимик устраивал здесь свои эксперименты. Это строили пленники. Над ними он оставил опыты. Ужасно. Ещё есть? Страшновато идти к ней находишь. Он может подчинять себе тьму. Он придает ей ту форму, какую пожелает. Знавал я как-то одного гончара. Из-под его рук выходили такие вещи. Так, это намёк, что он... Сынка вчера или что? Или просто? Так. Так. Ой-ой-ой, смотрите, тьма потихоньку следует за нами. Бежим, бежим. Ну-ка поговорим ещё раз с тобой. Эти эксперименты... В смысле... Это было для науки? Математики, алхимики, астрономы. Всякие взрывчатые штуки, формулы, цифры. Видишь? Я тоже читал книги. Скорее, надо перейти вот здесь. Да-да, лезь на крышу. Притяжение никого ещё не убило. Так. Ох, ребята. Ох, ребята. Чё-то мне совсем не нравится это всё. Ой-ой-ой. Ну куда ты упрыгал? Верни меня. Я, между прочим, ничего не жал. Всё нормально, идём. Ну ещё бы всё нормально. Ты чуть-чуть тьму не окунулся, а она всё нормально. Хоть ничего жать не надо лишнего. Я всего лишь думал, что принц уже зацепился и нажал прыжок. А он взял и прыгнул. Так, вверх, не тут. Никуда не прыгнешь. Куда прыгнешь? Эй-эй-эй, не лезь ко мне. Твой такой, а? Смотрите. Ну, правда, напоминает штуку из Человека-паука. Даже тянется так же. Ох, кстати, мы добрались до нужного места, нет? Нужно добраться до него и остановить. Эй, отойди оттуда. Да, ну, братень. И он отойдёт. Офигеть. Уже лучше. Ну, вот. Здравствуйте. Мы тут проездом, ребята. И чё, он так и будет трястись? Ещё бы, это, индийскую музыку такую. И вот трясёт как... Неплохо ему вошло. Ой, ну и мне тоже. Смотрите, видите, она меня спасла. Меня, по сути, сейчас должны были убить. Ну, почему я жжжал пробел? О, какой пробел? Ай-яй-яй, вставай, принц. Давай, Элика, нам нужно ему накостылять. Неплохо вошло, братюни. Ну, я хотел что-то сделать другое. Вот это хорошо было. На, ещё бы скинуть его. О-о-о-о. Есть. Мы его выкинули. Неплохо. Так, 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 мы можем поговорить с нашей родникой. Осторожней, он может вернуться. Твори свою магию. Так, у Элики очередной приход, а-ля принц Перси Пески Времени. Ну, девочку штырить, конечно. Ну, и куча семен, как вы видите. Вот, об этом преображении я вам говорил. Превосходно сделано. Тьма рассеялась. Теперь, похоже, мы выберемся отсюда. Да, стопроцентно. Так, ну-ка. Темная дрянь не вернётся сюда. Мы в безопасности. Земля исцелена. Тень Ахримана здесь бессильна. Круто. Соберём немножко семян света. И поговорим ещё раз. А хуры дали миру многих учёных, художников, поэтов. Сюда стекали самые образованные люди со всего света. И во что всё превратилось. А мне лучше ещё раз сразиться с алхимиком, чем говорить о поэзии. Да, принц, не быть таким чёрством. Ой-ё-ёй. Ну, я же жму. Ну. Ну, вот, раз. Так, вверх мы никуда не сможем попасть. Идём куда можем. Спрыгивай, девочка. Я не могу всё время тебя таскать, как говорится, на спине. Ты тяжёлая. Так, ну-ка. Я не помню, что нам вообще даст вот эти цветочки. Ну-ка поговорим с тобой ещё раз. И так, принцесса. Может, хватит звать меня-то? А что не так, разве ты не принцесса? Меня зовут Элика. Ладно, извини, принцесса Элика. Я не запомнила твоё имя. Я тебе его и не говорил. Теперь довольно прикольно. Ой-ё-ё-ёй. Давай, принцесса Элика. Ты просто побежишь. Протюнь. Ну, что ты делаешь? Скажи мне. Тебе вот так надо прыгнуть, что ли? По-другому? Да, так и есть. Неинтересно просто. Я не помню, что они дают вообще. Когда мы 60 наберём, что мне дадут? Оп. Ой, обратно таскай тебя на спине. Знаешь, это тяжёлая. Нам, по-моему, обратно. Просто надо назад возвращаться, как вы понимаете. Я поэтому сюда и иду. Чтоб перейти на другую платформу. Дальше. Наконец-то, если нет, то... Просто где-нибудь там закончим серию. Будет, думаю, уместно делать по серии на платформе. Если что. Так, есть. Ещё одна. Осталось всего 8. И мы с вами... Так, надо посмотреть вот так вот вниз. А не потому, что вполне могут хитро прятать так. Я не помню, появится ли у нас возможность потом... Собирать то, что мы с вами забыли. Но вполне возможно, что нет. Так, давайте снова отмечать дальше. По-моему, мы зря мы ушли. А, нет. Всё. Сейчас. Тип-топ. Так, ничего нету. Тут тоже, похоже, всё. Кончилось, как говорится. Времечко, когда мы могли... Собрать что-то. Прикольно ещё сделали, что они могут не просто общаться, А и взаимодействовать. Если мы подождём на месте, где... Велико прыгнем. Ой-ой-ой. И почему? Вот скажи мне, почему, в принципе. В общем, я хотел сказать, что... Вот круто, что он может её схватить, Она может его схватить. Я не понял юмора. Мне что, здесь надо соскользить? Ладно. Будем знать. Понятно. Хотя, что ему мешало... О, мешало поскользить и... Схватиться чуть... Ниже за эту бабочку. Или это больше мешало Элике? Нужно идти в плодородные земли. Да, понятно. Что они здесь оставаться. Так, бежим за светом. Ну, тут довольно страшно, как видите, всё выглядит. Не хотел бы я оказаться, как говорится, здесь. Ну-ка, ещё раз. Где ты? Понятненько. Оп. Давай, лети, девочка. А ты хочешь нам что-то сказать? А как далеко ты уходила отсюда? Вон до туда. До конца каньона? До конца каньона. Офигеть. Давай. Думаю, дойдём до следующего... Рассказать этого... Плодородного кучка земли и закончим нашу серию там. Так, нам влево или вправо? Вправо, по-моему. Да, так и есть. Перегонки с этим огоньком, как видите, не очень получится нам бегать. Ну, да ладно, мы расстраиваться не будем. И раз. Как я не люблю, когда много такой фигни на стенах. Так, прыжок. Не трогай меня. Так, похоже, добрались, ребята. Где мы сейчас? Это часть королевского дворца. Ты жила тут? Только ты и твой отец? Здесь жили многие люди, которые потом покинули нас. Сначала опустила долина, потом развалилась цитадель, затем город. Остался только дворец. Страшновато быть тут одним. Здесь мы встретим не призраков, а иллюзий. Наложница будет ждать нас. Вы мне скажите, как они здесь ходили? Девочка, может ты мне сейчас ответишь? Тьма уничтожила мосты, что когда-то здесь были. Придётся идти трудным путём. Ох, ладно, то есть прыгать. Ладно, ребята, давайте закончим здесь нашу очередную серию. Надеюсь, вам нравится. И опять же, скажите мне, собирать ли мне на видео все эти огоньки, либо делать это между сериями. Ну и спасибо всем за просмотр. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok